Радио Народная Волна Ну и вы сейчас где находитесь? Я нахожусь в Майами, поэтому я и в Плядь, потому что здесь очень солнечно Солнечно, ну и наверное масса впечатлений, вообще давайте поговорим о том, что происходит, какие впечатления на вас обрушились в связи с поездкой в Майами, может быть, хотя наверное достаточно было подобных впечатлений и в вашем родном городе Нет, нет и нет Вы знаете, Сан-Франциско, и я с самого начала могу сказать, что кто-нибудь на вас точно донесет, что вы ведете российскую передачу Потому что то, что я буду говорить, можно определить как расизм, хотя на самом деле это вопрос разных культур, которые столкнулись И понимаете, сегодня я оказалась в Майами, и я живу в Сан-Франциско, где 55% населения азиата, то есть это тихие китайцы, которые работают, одеваются из магазина, где все за доллар они покупают И никогда в жизни, еще потом другим передают ту же самую одежду и копят все на real estate И никаких вообще эксцессов чисто внешних там нет, там все тихо И учтите, что в Сан-Франциско меньше 5% черного населения Когда я приехала в Майами, уже в аэропорту я чуть не упала в обморок, потому что я увидала таких красавиц черных, что, вы знаете, я вспомнила документы о приезде английской королевы в Кению Когда в 1946 году она путешествовала со своим мужем, если я не ошибаюсь, и вот покойным ныне принцем Филиппом И вот там вот так вот выглядели дикари, которые вышли встречать английскую королеву То есть это ногти длиной в полметра, причем цвета спасательных жилетов, что было видно вообще в море за 200 километров Это ресницы, которые наклеиваются каждой величиной со щетку, черную щетку, которые сметают крошки со стола Но я уже не говорю про обтянутость задов, которые здесь просто, знаете, когда вы привыкаете к тощим китайцам То когда вы видите все это черное мясо, которое вываливается из всех дыр, вообще падает волнами на непонятно какие-то прозрачные, либо прозрачные совершенно брюки Либо вообще они ходят в то, что называется бразилиан бикини И вообще ничего нет, просто вы знаете, вот вдруг видите огромный такой голый зап И вы даже не понимаете вообще, как можно вообще выйти на люди в таком виде То есть я понимаю, может вы скажете, что я там отсталая какая-то Но вы знаете, это такой антиэстетический шок, это такое оскорбление эстетического чувства, непрерывное причем И вот тут очень страшно становится, потому что как философ я знаю, что этика и эстетика идут вместе И люди, которые эстетически так безобразно себя ведут, они и этически должны себя безобразно вести И вот это, кстати, создает страх, потому что я знаю, чего от таких людей можно ждать И поскольку мы все прошли через русскую революцию, вернее, я не хочу сказать, что я через нее прошла Но я была воспитана дедушкой и бабушкой, которые революцию эту делали или помогали ее делать какое-то время Мы пока не поняли, что она из себя представляет И более того, я была воспитана родителями, которые оба были жертвами этой революции Понимаете, потому что моя мать не могла, например, попасть в институт, потому что она была дочь доктора И ей пришлось три года простоять у конвейера на заводе в ночную смену, чтобы получить гордое звание рабочей Что она и получила для того, чтобы стать инженером на три года позже Но, понимаете, как вам сказать, всем кажется, что революция в сто лет назад произошла И это так давно было ничего подобного, это было совсем недавно И, в принципе, живые сегодня живут и работают люди, которые, собственно, дети тех, кто были жертвами этой революции В каком-то смысле такие, как я, были сами жертвами этой революции Потому что, извините, но если вас держат за раба и имеете прописку, и вы не можете переехать в другой город Если вы не имеете собственной жилплощади, и не можете уехать И я уже не рассказываю про колхозников, которые были чисто рабами, у них даже денег на руках не было То есть, реально, мы все были жертвами этой революции И что самое смешное, что я недавно изучала историю революции, при которой, кроме которого совершил, когда отрубили голову Чарльза Первому Там очень многое тоже было похоже Вы знаете, но дело не в этом, дело, возвращаясь к русской революции опять Когда мы начинаем ее брать, изучать, вспоминать, что мы знаем И сравнивать с тем, что происходит сегодня То, вы знаете, параллели просто смешные Потому что это такое впечатление, что происходит все то же самое Я недавно была в Гуверовском институте И там была выставка художника, который рисовал, в основном, как ни странно, грабежи во время русской революции 1917 года Грабежи поместей, солдаты грабят ликерно-водочные магазины Вы знаете, я, к сожалению, не захватила с собой открытки У меня, так сказать, даже я была так потрясена этой выставкой Что я купила там несколько открыток с этими картинами Вы знаете, грабежи ликерно-водочных магазинов Если покрасить солдат в черный цвет, который там грабили То это просто сегодняшний Нью-Йорк, понимаете И, вы знаете, все настолько похоже, что просто вот мемеешь Ну и начнем мы опять же этот разговор Цитата из моего любимого Игоря Губерманом, любимого друга моего Который очень как-то остро все хорошо видел Он говорил Боюсь, как адовые напасти освободительных забот Когда рабы приходят к власти, они куда страшнее господ И мы это очень уже сегодня видим И очень скоро увидим это еще сильнее Вот И второе, это то, что Еще одно то, что мы должны понимать Опять же, возвращаясь к Губерману Это его слова Однажды здесь восстал народ И став творцом своей судьбы И звел под корень всех господ Теперь вокруг одни рабы Опять же, давайте вернемся к русской революции Прежде чем мы, так сказать, поймем Что вот такие же благожелательные, как сегодня белые Которые стоят и требуют осуждения Этого полицейского, которого обвиняют в убийстве Флойда Которые стоят на коленях пересчерными Все то же самое было в России Когда русская интеллигенция вдруг почувствовала вину перед простым народом Вы помните, такое было выражение хождения в народ Вот они хотели опроститься, народиться Они шли в народ Женились на крестьянках, как описывал Куприн Который потом сидели, униживают пальцами Пальцы кольцами Сидит, любуется, целый день ничего не делает Это вот такая простая крестьянка Это был идеал брака интеллигента и, значит, простого народа И опять вспоминаем слова Саши Черного Интеллигента Фекла на диване О какой торжественный момент, говорит он ей среди лапзаний Ты народ, а я интеллигент Наконец-то мы теперь вдвоем Ты меня, а я тебя поймем Вот так же сегодня, извините за выражение Интеллигенция, там, либеральная На диване находится с черным быдлом И, к сожалению, эта трагедия не только для Америки Но и для всего мира Вот эта соития чудовищная абсолютно Точно так же, как русская интеллигенция Обожествляла народ Считая, что он жертва капитализма А так вот не было бы капитализма Все было бы совершенно замечательно Вот убить капитализм, уничтожить И все будут счастливые, умные, здоровые, моральные Все будет потрясающе То же самое сегодняшняя, так сказать, интеллигенция в Америке Считает, что вот раздать деньги Дать равные права и сказать Вы равны, вы лучше нас Вот это самое страшное И вот возвращаясь опять же к русской революции Вернемся к истории русской революции Вы помните, все был знаменитый писатель Максим Горький Который писал о свинцовых мерзостях русской жизни Он, так сказать, шел с марксистами, естественно Но рядом с ним были еще писатели-демократы Один из них был такой Иван Вальнов Сегодня мало кто его помнит Но его мы помнить не можем Просто потому, что его убрали практически Из библиотек, из учебников Он писал о ужасах и мерзостях народа Того народа, который обожествляла интеллигенция И который был, так сказать Ну, будем говорить, центром вот этой революции Ради которой она свершалась И если бы вы читали Вальнова Вы бы поняли, что, собственно Тут капитализм вообще ни при чем Что рабы, собственно Которые живут в деревнях Жестоки Что ненависть их друг к другу чудовищна Садизм, с которым они расправляются Друг с другом совершенно страшен И сюда же я могу добавить доклад Русских земских врачей 1915 года Который был опубликован Это был период, когда Вересаев был врачом Где-то в земстве Что вытворяли мужья с женами в русской деревне То есть, понимаете, там Скальпы буквально снимали Кипятком обливали То есть они просто К ним попадали эти несчастные женщины Которых мужья не просто избивали А садистски пытали Понимаете И вот вся эта масса Понимаете У Вальнова, опять же, от него возвращаясь Был рассказ Чудовищно тяжелый Когда один крестьянский мальчик Вдруг оказался талантливым И его берут бесплатно на стипендию В какую-то городскую школу И вот он возвращается в деревню В своей гимназической форме Фуражке Счастливые его родители счастливы И что с ним делают крестьянские его ровесники То есть, пытки, ужасы То есть, вот зависть и злоба К тому, что один вышел из этой грязи И вот это рассказ, который запомнила на всю жизнь Не так много в нашей жизни вы запоминаете рассказов И вот возвращаясь к вот этой, так сказать, иллюзии народа Сегодня американская интеллигенция, к сожалению Абсолютно точно так же ставит на пьедестал черное быдло Как и ставила, так сказать, русская интеллигенция Ставила народ, так сказать Народ, великий народ Считая, что как только уничтожен будет капитализм Народ будет сразу счастлив Проблема вся в том, что они пригласили это быдло К уничтожению капитализма А потом это быдло сажало их Посмотрите внимательно историю русской революции Опять же, 1917 год Вот эти все революционеры, романтики Аля Троцкий, Бронштейн Каменьев, Зиновьев и так далее И вот это массовое Если вы посмотрите на реестр Массовых расстрелов и уничтожений В 1937 году То есть всего лишь через меньше, чем через 10 лет Практически уничтожены были все те Кто совершали эту революцию И кем они были уничтожены? Они были уничтожены теми самыми рабами Которых они пригласили И на плечах которых они временно пришли к власти И вот это страшная катастрофа Которая, к сожалению, ожидает вот этих либералов сегодняшних Которые пригласили к власти быдло Страшное преступное быдло И вы знаете, вот это очень хорошо видно Что когда вы сегодня садитесь и просто элементарно смотрите телевизор Я совершенно случайно нажала кнопку На Амазоне какой-то музыкальной передачи И я вдруг увидела Эми награждение Награждение Певицы, к сожалению, забыла ее фамилию Но это, вы знаете, если бы что-то уродливое человек задался Хореограф и композитор задались создать что-то более уродливое То это, я думаю, им бы так это не удалось сделать На сцене практически жирная черная баба Которая орет, как будто ее, извините Как будто она находится в процессе секса При этом она поворачивается задом И рядом кардебалет Причем сделаны костюмы так Что голые задницы практически трясутся Вот это трясение голыми задницами Это практически был весь балет А мужской балет, так сказать, занимался коллективным анонизмом На сцене Причем даже это они в такт не могли сделать Как человек, работавший концертминистром балета Я знаю, что в кардебалете главное это синхронность Синхронности у них не было Но это было бесконечное теребление между ног И это было какое-то... Вы знаете, что самое ужасное? Я пошла дальше Я стала смотреть, что же еще народ смотрит Певица, запомните это имя Эрика Бэнкс 40 миллионов просмотров То же самое Голый черный зад Звуки, как будто аргутант во время секса И при этом вот этот зад непрерывно должен трястись И все, что мы смотрим во время видео Это трясение Причем голых черных задов Ребята, вы знаете, что? Я вам хочу сказать Что почему это страшно? Страшно это потому, что они хотят Кенса отменить Бетховена Потому что они его понять не могут Они хотят отменить нотную грамоту Потому что они это понять не могут И вот опять же мы с вами сегодня говорим Что нас уже начали уничтожать Потому что уничтожают нашу культуру Вы сегодня берете, открываете какой-то сериал Бриджертон, сейчас все его смотрят Из жизни периода Англии Начало 19 века То есть вот эти директории Платья под грудью стянутые резиночками Все это костюмы гениально Сделали точно соответствуют эпохе Но при этом королева Шарлота черная Ее горничные все черные Там главный герой черный Во время бала в Лондоне бал идет В этот период богатые наследницы Они без шоперонов, то есть без сопровождающей Дамы, там компаньонки Вообще одни не ходили Но это черный главный герой Берет стройную, нежную, такую английскую Наташу Ростову Вытаскивает ее в сад В кустах ее трахает Возвращает ее обратно в бал И вот это показывают молодежи Которые не знают вообще истории Это показывают как вот английскую историю Начала 19 века Понимаете, я уже не говорю про то Что я смотрела и думаю Надо уйти от этой всей политики Смотрю фильм «Парадайз» Фильм, где все интриги в галантерийном магазине Все замечательно Женщины, опять же, костюмы потрясающие Исторически точно соответствуют эпохе Вот точно в 1860-1870-х годах Носили такие платья с тюрнерами там и так далее И вдруг фотограф, который приглашает в магазин Он должен быть черный То есть сегодня, без того, чтобы не доказать Всем и самим черным Что они участвовали в этой цивилизации Они ее создавали Вы знаете, сегодня просто нельзя фильм включить Нельзя включить вообще ни один сериал Зачем? Это ложь, кому она нужна? Кому она нужна, эта ложь? Почему надо создавать вообще ложное представление об истории? Мы с этим тоже сталкивались Мы жили в Советском Союзе Там половина истории была ложь, если не три четверти Вот И что я хотела, конечно, сказать Что на сегодняшний день Вот это уничтожение Уничтожение цивилизации Слава Богу, пока еще не дошло до уничтожения персонального Господа, очень страшно И я хочу сказать, что Бороться все равно надо Надо бороться Потому что Мы должны заполнить Заполнить пространство интернетное Мы должны заполнить воздух Нашими мыслями Вот мы, к сожалению Согласились с этим очень неприятным выводом Что дети Родители учат детей говорить А дети учат родителей молчать Вы знаете Я сама в такой ситуации У меня трое детей И вы знаете Я иду на то, чтобы поссориться Но я буду говорить то, что я думаю И если хотя бы Что-то западет Или где-то Кто-то задумается Их друзья Они вдруг услышат Что то же самое говорят их друзья Или говорят родители их друзей Вы знаете Надо Нельзя молчать Надо каждую секунду Надо смеяться Надо показывать, что это уродство Самое лучшее оружие Это смех Потому что Когда вы видите это уродство На него надо показывать пальцем Понимаете Как-то все уродства Надо показывать пальцем Я вам хочу сказать Что на сегодняшний день Должны уже создаются Какие-то платформы На которых говорится то, что мы думаем И мы Понимаете Главное это не сдаваться Вы знаете Я прошу прощения Но вы знаете Леона Вайнштейна Который выступает тоже На вашем радио Он меня потряс Одной историей совершенно Которую он рассказывал О том, как в Израиле Две старушки бежали за автобусом И одна Смирилась с тем Что автобус ушел А вторая из последних сил Пыталась бежать Когда уже было абсолютно Бессмысленно Казалось И вы знаете Что автобус остановился Вышел водитель И помог этой старушке Подняться в автобус И она уехала А та, которая села Безнадежно Осталась сидеть Она так и осталась там Так вот Надо быть второй старушкой Которая бежала за автобусом Нельзя допускать И нельзя пропускать И нельзя позволять Даже Нашим детям И тем, кто нас окружает Вваливаться В этот Совершенно Чудовищный В эту чудовищную Пропасть лжи Помните У Солженицына Жить не по лжи И сегодня К сожалению Большинство из нас Вынуждено По ней жить Вы знаете Я вам хочу сказать Что еще одна вещь Которая очень Так сказать Параллельно Русской революции Те из вас Кто читал там В начале Все эти книги И помнят Жандарм Полицейский Стал ругатель Его сделали в России Ругательным словом Вот Революция Шла Абсолютно Вот так же Как она идет Сегодня То есть Уничтожение полиции Полное уничтожение А с другой стороны Было Было Ему Дали безнаказанность То есть Во-первых Из тюрем Выпустили Всех преступников Поскольку они Социально близкие Тем кто хотел Грабить Дали грабить Тем кто хотел Воровать и убивать Дали воровать и убивать И это тоже То что происходит Сегодня Сегодня Просто Знаете Беспредел То что называли В России Полный беспредел Я уже говорила Что В Сан-Франциско Выдвинут Билл Фиври Нот Робери То есть Если к вам Ворвались в дом И Не вас не убили А просто побили Слегка Отобрали у вас Имущество Меньше чем на 950 долларов То вы можете Даже в полицию Не заявлять Ничего этим людям Не сделают Это просто Так сказать В Калифорнии Этот Билл Выдвинут Я не знаю Я хотела бы В глаза посмотреть Этой стерве Женского рода Там сенаторша Которая его выдвинула И устроить ей Какую-нибудь репетицию В ее собственном доме По поводу Вот этого Ее белого Что Фиври Нот Робери Но я к сожалению Белая Поэтому меня Это накажут А вот если К ней придет Черный товарищ Ему ничего Абсолютно Не будет Сегодня На сегодняшний день Практически Полиция Кастрирована Даже те Кто ходят В полицейской форме И ездят в машинах Которые Так сказать Со знаком полиции Они абсолютно Ничего Сделать не могут Потому что Даже если Они кого-то арестуют Этих людей Тут же выпустят У нас же Так сказать Сан-Франциско Уже сегодня Объединились Азиатские Китайские Так сказать Жители У которых Постоянная ситуация Что черные Нападают На азиатских Стариков Просто из удовольствия Когда я обозвала Кого-то из них Животным То меня Сказали Как ты можешь Оскорблять людей Животные Не будут Нападать На людей И избивать их Или на кого-то Или там Не знаю Если они не голодные Они только Голод Творяют А тут Людям хочется Избивать И уничтожать И опять Мы возвращаемся К русской революции Вы помните Великий русский Философ Александр Зиновьев Сказал Что НКВД Было создано Не потому Что надо было Арестовывать Сажать Пытать И убивать А потому Что была Масса людей Которая Хотела Арестовывать Сажать Пытать И убивать Вы понимаете Вот все Что происходило В революции В период 30-х годов До смерти Сталина Скажем В Советском Союзе К сожалению Это была Полная Иллюстрация Когда рабы Приходят К власти Они уничтожают Господ Потом начинают Уничтожать Друг друга Потому что У них нет Идеи стоимости Человеческой Ценности Человеческой Жизни Я уже не говорю Что у них нет Идеи ценности Имущества У них никогда Не было Проперти У них никогда Не было ничего Своего Поэтому для них Они могут Только грабить Они не могут Создавать Вот в этом Вся разница Между рабами И свободными людьми Разница в том Что рабы Могут грабить Или под палкой Работать Только пока Их бьют Как только Их перестают бить Они работать Перестают И создавать И они тоже Ничего не могут Это Так сказать Привилегия Свободных людей Свободные люди Создают И вот это Очень интересный момент Потому что Америка сейчас Оказалась в ситуации Когда Она почему-то Решила Что Бывшие рабы Их потомки Это просто Так сказать Символ морали Что это Нечто такое Чему следует Поклоняться И что мы все Перед ними Виноваты Что они Как их Предки В 38 Поколении Назад Были когда-то Привезены в Америку Рабами Но Я могу только Еще раз сказать Что это абсолютно Собачий бред Потому что Во-первых В 1619 году Первые рабы Появились в Америке И вообще За все время Работорговли Сюда было привезено Всего 338 тысяч Человек Ну правда Против них был Такой геноцид Что Из этих 30-38 тысяч Они доросли До 46 миллионов Понимаете Сегодня 13,5% Американского Населения Как вы догадываетесь Что разговоры О геноциде Просто смехотворны Но В принципе Если так говорить То сегодня В мусульманских И африканских Странах Существует Рабство Рабство Существовало В Советском Союзе До 1974 Года Колхозники Были рабами Реально Вот И Те кто не были Колхозниками Тоже Наполовину Были рабами Как писал Суженица Замордованная воля И непонятно Какое отношение Внуки Скажем Итальянских Эмигрантов Которые приехали Сюда В 1903 В 1905 Году Без копейки Денег Нищие Добрались До Америки И работали Как звери Или внуки Ирландских Эмигрантов Которые Приехали сюда Во второй половине 19 века Из нищей Ирландии И работали Как звери Чтобы встать На ноги Какое отношение Имеют внуки Немецких Эмигрантов Которые приехали Сюда Еще в В 840 В 850 Годах И сегодня Их потомки Скажем Биллионеры Или даже Просто средний класс Почему они Должны Платить Каким-то Потомкам Тех Кого сюда Привезли В 1800 Перестали Привозить Уже Скажем Так В 1784 Году Америка Реально Была Первой Страной Которая Запретила Работорговлю То есть Перевоз Рабов По океану Был запрещен Я уже По-моему Об этом Говорила Что каждый Капитан Которого Ловили С грузом Рабов Он Фактически Был повешен Тут же Наре Собственного Корабля Это был Договор Между Великобританией И Соединенными Штатами Татьяна Давайте Попробуем Принять Не дождался Хорошо Так или иначе Мы должны Остановиться Подошло Время Рекламной Паузы Вот после Рекламы Мы обязательно Продолжим И примем Звонки И у вас Будет Возможность Ответить На вопросы Возвращаемся К беседе С Татьяной Минаги Вренее В программу Господи Хотел сказать Путешествие На самом деле Не путешествие А экскурсия В новую реальность И уж Коль скоро Я упомянул Это слово Экскурсия Я бы хотел сказать Вот о чем Мы обязательно Продолжим И про Наши беды Национальные И интернациональные Но я бы хотел сказать Вот о чем Постепенно Ну Какие-то послабления Ощущаются То есть Я не знаю Вернемся ли мы Когда-либо К полностью К нормальной жизни Которая была До коронавируса Которая была Так сказать Ну Привычным состоянием Но постепенно Ослабляются Запреты И так далее То есть Постепенно Жизнь Ну Как бы Возвращается Более или менее Или приближается К нормальной жизни Я думаю Что С приближением Выборов В частности Промежуточных Выборов 22 года Наверное Будут отпускать Все больше и больше Потому что Вот в ближайшее время Будет Подведены Итоги Сто дней Президентства Азиц Председателя Байдена И говорить То не о чем Потому что Ну это же Катастрофа Это сто дней Позора На самом деле Поэтому вот Некое послабление Даст народу Ощущение Что вроде бы Как бы мы Теперь будем Все жить лучше И нормальнее Скажем так В связи с этим Я думаю Что наверное И возобновятся Может быть Не в полном Объеме Поездки людей Экскурсии Поездки По стране Люди будут Появится Возможность Путешествовать Я бы хотел Чтобы все таки Рассказали Немного о том Что можно Увидеть Каким образом В Калифорнии Наверняка В Калифорнии Есть что посмотреть Я был в Калифорнии Всего один раз Если можно Татьяна Сергей Во первых Можете не сомневаться Что все восстановится Как говорил Черчилль Винсен Черчилль Что наша надежда В прошлом Если вы посмотрите На прошлые эпидемии Которые были в миллион Раз страшнее Чем это По количеству Умерших Половина заболевших Умирала Типа испанки Или чумы Не дай бог То вы знаете Все восстановилось И жизнь расцвела С невероятной Интенсивностью И я уверена Что очень скоро Сейчас уже Вы знаете Даже сегодня Уже невозможно Нигде гостиницу Заказать Потому что люди Уже так устали От сидения дома И от этого Домашнего ареста Что все рвутся Куда-то поехать Я с удовольствием Вам покажу Калифорнию Тем более Что это единственное место Где в Сан-Франциско Вы находитесь В центре Несколько Совершенно разных Климатических зон С одной стороны Это винная долина Где невероятное количество Интереснейших виноградников И это центр виноделия Американский Уже не говоря о том Что это столица Ресторанов Американская Вот Рядом С винной долиной Заменитый Муирвудс Это Самые высокие деревья В мире Секвойные Это отдельная экскурсия А про Сан-Франциско Я вообще не говорю Там можно Десять экскурсий Самых разных провести И что я могу гарантировать Это полную безопасность От вируса Потому что Любая семья Которая приедет Или 2-3 группы друзей Они будут отдельно В микроавтобусе За рулем будут сидеть Я у меня коммерческие права И я По принципу Я прокачу Могу показать им Сан-Франциско С очень интересными Комментариями Которые они не услышат Ни у кого Тем более Что я супер Вот что я умею делать Это водить машину И вести экскурсии Это я делаю лучше всего В своей жизни Так что Приезжайте Милости просим И Сергей Вас я тоже приглашаю С Юлей Вы получите Потрясающе интересную экскурсию И очень смешную Спасибо большое Ну а для того чтобы Очень просто Меня найти Название моей компании Travel Art Это как Travel Одним словом И арт искусства Travel Art И точка Center Travel Art Center Это веб-сайт А Travel Art AdHatMail.com Это мой Это мой Эмейл То есть вы можете Мне написать И я с удовольствием Вам отвечу Я могу дать вам Свой телефон Я хочу только предупредить Что лучше оставлять Месседж Потому что сейчас Просто телефонный терроризм Три звонка В час Это Маркетинг Поэтому если вы хотите Со мной поговорить Просто оставьте месседж Я вам сразу отзвоню 415-566-6308 415-566-6308 Оставляйте месседж На этом телефоне И я вам сразу отзвоню Пожалуйста Если вы хотите экскурсию Спасибо большое Непременно воспользуемся Потому что действительно Мы ездили В Калифорнию В Сан-Диего Когда наш сын Выпускался из Буткемпа Маринс И мы его забирали В общем несколько дней Там были Мы собственно Сан-Диего-то толком Не видели Не говоря уже О Калифорнии Как таковой Так что При первой же возможности Воспользуемся Вашими услугами И посмотрим Получим удовольствие От созерцания Удивительных мест В Калифорнии Еще раз напомню Телефон студии 847-4308 0-0-5-2-0-0 Была попытка дозвониться Но очевидно с вопросом Поскольку вы назвали Номер телефона Звонки Остановились Давайте тогда Продолжим Окей Возвращаясь К нашим проблемам С глорификацией С поднятием На педестал Быдло В России Это было Белое Быдло Здесь оно покрашено В черный цвет Вы знаете Я всегда вспоминаю Слова Солженицына Который говорил Что цивилизация Это остров в океане В океане Варварство И вода Все пребывает И пребывает Вот то Что сейчас происходит К сожалению Оправдывает его слова Понимаете Вот это Варварство Извините Что я вас перебиваю Давайте попробуем Принять звонок Очередная попытка Добрый день Пожалуйста Ваш вопрос Здравствуйте Здравствуйте Во-первых Я хотела поблагодарить Что вы Встали в передаче С Татьяной Минакер Делать Я за ней давно Слежу Читаю ее статьи Она замечательный человек И умница большая Это первое И второе Я Хотела Сказать Мой Мой любимый вопрос Тем Кто обвиняет нас В расизме И вообще Говорит про системный Расизм Я всегда Спрашиваю Как насчет Процента Успеха Черных людей Которые Эмигрантов Которые прибыли Из Кении Из Эфиопии И так далее У меня много Таких Знакомых Медсестра была Такая Приходила ко мне Очень квалифицированная И наши соседи И почему Они все Успешные Ну как все Такой же процент Как у белых людей И у других наций У китайцев У русских И так далее Они на этот вопрос Конечно не отвечают Просто Любой вопрос Ну так сказать Беседа с аргументами Никак не проходит У меня лично По-моему у всех И потом У меня такая же проблема С дочерью Как у Татьяны Как у многих С детьми Очень тяжело Я пытаюсь Что-то Говорить Немножко Вопросы Какие-то Коварные Неудобные Задавать Но Какие еще У нее есть Наработки Может быть Она поделится Спасибо большое Спасибо Я очень благодарна Что вы подняли Этот вопрос По поводу Черных эмигрантов Вы знаете Я их узнаю Отличаю Даже по выражению Глаз Я иногда Спрашиваю У черных водителей Убера Откуда они приехали Потому что У них совершенно Другая сосредоточенность У них в глазах Целеустремленность У них тот же цвет кожи Но это другие люди Понимаете И поэтому На сегодняшний день Вот Этот вопрос Надо постоянно Знавать либералам Которые обвиняют Америку В системном расизме Вы знаете Если вы хотите Спросить Почему я думаю Вот Черные Которые в Америке Афроамериканцы В таком тяжелом состоянии Вы знаете Вот Была книга По-моему Тома Соло Написал Я прошу прощения Я может ошибаюсь It's okay to leave plantation То есть Дело в том Что после того Что строя рабовладельческие Ну Рабство отменили Черные остались Абсолютно Вот в своем котле Они не вышли из него И потом Они начали Получать еще Так говорится Американцы Стали от них Откупаться Потому что Тоже Были проблемы И Они получили Вот этот Велфер Где уже Три поколения Они не видят Не видят Абсолютно В семьях Работающих Людей Это очень страшно Я уже не говорю Про то Что сегодня 70% Черных детей Растут без отцов И это вообще Катастрофа Понимаете Потому что Когда у Такой группы Большой детей Они общаются Друг с другом Нет отцов Это практически Растает Преступная культура Гангстерская Вот И Только плакать Можно над этой ситуацией И К сожалению Вот то Что сейчас делает Американская Либеральная интеллигенция Она обвиняет Белых людей В этом Вы знаете Если людям Просто так Дать Имя Что ты равен Они не поймут Это Люди должны Добиться Равенства Так как Все иммигранты Десятки поколений Иммигрантов Которые не знали Языка Опять же Даже из Эфиопии Я вижу Вот у меня сейчас Тут знакомый Которые приезжают И они добиваются Равенства Они добиваются Своим трудом Они добиваются Тем Что они Что-то делают Лучше Чем другие И вот тогда Эти люди Добиваются Равенства Когда Людям Объясняют Что они равны Что всем Обязаны И что Они в таком Ужасном положении Потому что Мы плаки И они не умеют Не работать Не учиться И ничего не хотят делать А это мы Виноваты во всем То это конечно Катастрофа Потому что Я Слышала Недавно Объявление Что United Это авиалиния Объявила Торжественно Что она Теперь будет Принимать На работу Черных пилотов Извините Господа Вы сядете В такой самолет Где пилота Посадили за штурвал Самолета Потому что он черный Я не сяду Так вот К сожалению Америка Сегодня делает То что делает United Они сажают Людей За руль Самолета Потому что Они черные И вот это Катастрофа Татьяна Давайте попробуем Принять еще звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Я извиняюсь У меня вопрос К вашей соведущей Она все время Повторяет Повторяет фразу Либеральная Интеллигенция Либеральная Я согласен Но где она Увидела Интеллигенцию Вот это Мой вопрос Ну традиционно Я буду Слушать по радио Спасибо за ваш вопрос Пожалуйста Наверное Спасибо за вопрос Вы наверное Пропустили Мои передачи По поводу Профессоров Американских Университетов Где я имела честь Отучиться 10 лет назад Больше уже И я Рассказывала О том Вообще Во что Они превратили Университеты Но У меня есть Масса друзей Очень интеллигентных Прекрасно Начитанных Это Как говорит Денис Преггер Это конечно Не либерально Это просто Левая интеллигенция И вот эта интеллигенция Она Так сказать Точно так же Как и российская Либеральная интеллигенция Ведет страну В пропасть Поэтому Если говорить Откройте журнал Атлантик Почитайте статьи Очень многих Вполне образованных Людей Которые Ведут эту Левую Пропаганду Вели Сумасшедшую Антитрамповскую Пропаганду Откройте Любые Журналы Сегодня Которые На левой стороне Пожалуйста Вот вам Левая интеллигенция И следующий звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Сергей Добрый день Татьяна Меня зовут Евгений Татьяна Спасибо большое Вам за вашу Подвижническую Деятельность И не согласитесь Вы со мной Что даже По сравнению С русской Революцией Нынешняя Американская Культурная Революция Во многом Проигрывает Потому что Даже У тех Романтиков Кадетов Мечтавших О демократической России Даже Большевиков Ленинцев Было хоть Какое-то Представление О том Чего Они Хотят В отличие От нынешних Власть Имущих В Америке Спасибо Большое Вы понимаете Если вы Говорите О Будем так Говорить Потомках Черных Ромов Которых Сегодня Пригласили К власти Они четко Знают Чего Они хотят Они хотят То что Называется Как говорил Зиновь Ширли Мырли Они хотят Став Они хотят Сумки Туфли Которые Там Некоторые Из них Просто В открытую Грабят В магазинах Потом Перепродают Под полой Там За Десятую Часть Стоимости Я тут Вижу Очень много Женщин С сумками Которые В магазине Стоят До 7000 Доллар Там И в Сен-Лорен Майкл Корс И так далее То есть Эта группа Населения Хочет Так сказать Материальных благ Удовольствия И прочее А группа Населения Которые Их на это Дело Наузкивает Они хотят Власти Вы знаете Власть Это страшный Совершенно Наркотик И те Кто хотят Власти Они Точно так же Как во время Русской революции Они хотят Ее получить На плечах Того Быдла Которое Они приглашают Все в союзники Еще Айн Рент Об этом Говорил Об этих Американских Профессорах Интеллигенции Которые берут Этих Факс Этих Бандитов Я не знаю К себе В союзники В надежде На их плечах Получить власть Они не понимают Что те Кому разрешено Грабить Сначала будут Грабить Их противников А потом Обернуться на них И вот это Основная проблема Они этого Не понимают Они уже сейчас Начинают Кое-что понимать Потому что Уже им Затыкают рот В университетах И им Не дают Так сказать Слушать ту музыку Которую они хотят Это заставляют И они выходят На улицу Выходят на площади Своих городов И видят пустые пьедесталы Потому что Памятники снесены Я ехала по Сан-Франциско Я приехала На площади Стоял Потрясающий монумент Кристофору Колумбе Немыслимой красоты Он смотрит на океан И я увидела Пустые пьедесталы Знаете Я заплакала Перед туристами Потому что Это А то Что они Уже там Чудом Каким-то удалось Стоять фрески Художника Виктора Наутова Которые Сочли там Унижающими Индейцев Почему-то Вы понимаете В чем все дело Что Сегодняшняя левая Интеллигенция Не хочет понимать Разницу между Цивилизацией Варварством Они не понимают Что Человек Который Приехал из страны Типа Уганда Где сегодня Арестовываются люди За человеческие Жертвоприношения И каннибализм Людоедство Он не может Так сказать Создавать И участвовать В создании цивилизации Это нужно Даже не поколение Это тысячелетия нужны Америка Вообще Потрясающий подвиг Совершила Она привезла Вывезла племена Из каменного века И довела их До индустриального Общества Это Вы знаете Это невероятный подвиг Но не всем Не совсем Не со всем Это удалось Понимаете Все-таки Кто-то и остался В каменном веке И продолжает Этот каменный век Так сказать В нем жить И ничего с ними Нельзя сделать Понимаете Это большая-большая Проблема для американцев Потому что Сегодня миллионы Есть людей Черных Которые не говорят Даже по-английски Реально Вы можете поднять Трубку Вы не должны Видеть цвет кожи Вы просто Узнаете Звук голоса И мгновенно Понимаете Что это человек Из черного гетто Или просто черный Который не говорит По-английски Не научился Понимаете А как человек Который не может Говорить Может мыслить И вообще Учиться может Чем он может Учиться Если он Не может Английскому языку Научиться После того Что 50 поколений За ним Жило в этой стране Вот ответ На все вопросы К сожалению В связи с сегодняшней ситуацией В связи с этой пандемией Я смотрел статистику Совершенно потрясающую То есть там Как бы Ну есть такая небольшая Разбивка по этническим Группам Насколько Откинуты назад Не просто пропустили Скажем полгода Или год образования А некоторые Просто откинуты назад То есть процент Детей Которые бросают Школы среди Этнических Афроамериканцев Или среди Латинос Потрясающий Так что же Мы от них хотим И тут Уж коль скоро Я заговорил о пандемии Я не знаю Нас времени Остается мало Похоже Тут сошлись Интересы Разных Участников Этой аферы Скажем так Это тебе И Китай Который В канон Этой пандемии Испытывал Колоссальные Экономические Трудности И Центробежные Силы Набирали обороты Это тебе И Мошенники В США Которые Очень хотели Получить Власть И Это и глобалисты Которым Необходимо Чтобы Весь мир Обнищал Тогда управлять Этим миром И все Стали Зависимы От правительства От правителей От тиранов Заинтересованы Это колоссальный шаг На пути глобализации Вот Интересы этих Групп Сошлись И вот То что мы Весь мир Весь мир Обнищал На самом деле За исключением Отдельных Личностей А Мы будем Платить За это Еще Вы знаете Очень долго Потому что Не дай бог К сожалению Это должно Произойти Потому что Правительство Байдена Не знаю Где они столько Бумаги взяли Деньги Печатать Вот Печатает Деньги И разбрасывает Как пьяный Матрос Выплачивая Вот как раз Откуда у всех Вот этих Абсолютно Неработающих И никогда Неработавших Черных Сегодня Деньги А у них Их много Сегодня Потому что Они получают Зарплату Ничего не делая Впервые в жизни Зарплату Получают Реальную Понимаете Вот Так вот Мы будем Платить за это Тем что Стоимость доллара Упадет И люди Которые Копили И работали Всю жизнь И у них Накопления Эти накопления Растают То есть Это опять же Будет повторение Поскольку Если бы им пришлось Печатать Физические деньги Я думаю Они бы с этим Не справились Это просто На компьютере Трун-трун И пошли Переводы Безналичные И так же Потом С личного счета Люди Карточки То есть Они не печатают Даже эти деньги Это просто Цифры Нарисованные На мониторе С помощью клавиатуры Это даже Да Виктор Хэнсон Виктор Дэвид Хэнсон У него есть Потрясающая Статья О 10 изменениях Которые Произошли В Америке И первое Это Дилютинков Мани То есть Реально Деньги Растворились Понимаете Потому что Сегодня Никто уже Не знает Их стоимости Вот этого В Америке Никогда не было Первый Такой удар Был Когда Золотой Стандарт Был уничтожен А сегодня Просто Деньги Превратились В нечто Жидкое В ликвид Что-то Никто Сегодня Не знает Их стоимости Какова Она будет Через год Тоже Никто Не знает Поэтому Люди Сейчас Скупают Рил Да От этого Рил Стоит Цены На Недвижимость Растут Просто Неимоверно К сожалению Времени Больше Не остается Но я надеюсь Что через Две недели Мы с вами Вновь Встретимся И разговор Будет Не менее Интересный Спасибо Вам Огромное И приятного Времепровождения Там В Майами Сейчас Иду купаться В океан Я обожаю Плавать Завидую Потому что У нас здесь Довольно Прохладно В Чикаго Здесь такая жара И такая Вода Сказочная Но Как вам сказать Жарковато Прямо скажем Из Сан-Франциско Здесь жарковато Спасибо большое За прекрасное Проведение Передачи Мне было очень приятно С вами Спасибо Татьяна Единственное Что меня настораживает Это Из Нью-Йорка Из Калифорнии Из Иллинойса Народ едет туда И причем На постоянное место Жительства Я боюсь Лишь бы они Своё дерьмо С собой не везли Отсюда Вот это Очень страшно Потому что Техас уже Может повернуться То что называется Блю И в общем-то Может такое Произойти И во Флориде Тоже Понимаете И поэтому Надо как говорится Держать И говорить И говорить Давайте будем делать То что мы делаем Давайте говорить Обязательно Всего самого наилучшего Всего хорошего